Ревматическая полимиология Ревматическая полимиология – боли ревматического характера, одновременно возникающие в разных группах мышц. Ревматическая полимиология характеризуется мышечными болями и скованностью, более выраженными по утрам и уменьшающимися в течение дня. Боли обычно локализуются в мышцах шеи, плеч, позвоночника, бедер, игодиц. Ревматическая полимиология поражает преимущественно женщин старше 50 лет. Специфической диагностики ревматической полемиологии не существует. Болезнь распознается на основании клиника лабораторных признаков. Лечение включает МПВС, картикостероиды, химиопрепараты. Течение ревматической полемиологии доброкачественное при лечении заболевания благополучно разрешается. МКБ-10 Общие сведения Теологические факторы ревматической полемиологии неизвестны. Очевидно, ведущие значения нарушений в иммунной сфере и наследственности обсуждается пусковая роль сенсибилизирующих и инфекционных аденовирус, вирус парагриппа агентов. Провоцировать и поддерживать течение ревматической полемиологии может гигантоклеточный темпоральный артериит болезнь Хортона. Симптомы ревматической полемиологии Начало ревматической полемиологии Острое, с лихорадки и выраженной интоксикации На этом фоне развиваются множественные миологии в области плечевого пояса, ше, бедер, игодиц. Мышечные боли в дистальных отделах конечностей, как правило, нетипичны, за исключением случаев сопутствующего артериита, артроза или артериита. Выраженность миологии интенсивная, характер тянущий, дергающий или режущий. Боль присутствует постоянно, усиливаясь утром и после долгого отсутствия движений. В эти же периоды отмечается мышечная скованность. Миологии выражены не только в процессе выполнения произвольных движений, но и в мышцах, испытывающих статическую нагрузку, поэтому пациенты вынуждены постоянно менять позу или положение тела. Ревматическая полимеология не связана со сменой метеоусловий, ее интенсивность существенно не изменяется под воздействием холодовых или тепловых факторов. Мышечные боли вынуждают ограничивать движения, особенно активные, в шейном отделе позвоночного столба, плечевом поясе, тазобедренных суставах. Затруднительными становятся элементарные действия подъем головы, положение лежа, поворот в остеле, приседание на корточке, подъем со стула, ходьба по лестничным маршам, одевание, расчезывание волос. При ревматической миологии у пациента формируется характерная семенящая походка с частыми и короткими шажками. Своего пика клиника ревматической полимеологии достигает спустя 1-2 месяца после появления начальной симптоматики. За этот период боли могут стать настолько интенсивными и мучительными, что влекут за собой полное обездвиживание пациента. Пальпация заинтересованных мышц при ревматической полимеологии не выявляет особых изменений, гипертермии, уплотнений, усиления болезненности, мышечной атонии и атрофии. Пациентов по-прежнему беспокоит лихорадка, анорексия, похудание, слабость. Клиника ревматической полимеологии может протекать с явлениями истинного артрита, который обычно развивается спустя несколько месяцев вслед за миологией. В артрит шеще вовлекаются крупные суставы, иногда в полости суставов образуется выпад, боли при этом умеренно выражены и не столькие. При заинтересованности мелких суставов кисти наблюдается умеренный диффузный отек с развитием синдрома карпального канала тендовогенита. Изгибательной контрактуры пальцев Диагностика ревматической полимеологии Диагностикой и лечением ревматической полимеологии занимается ревматолог. Специфические изменения в периферической крови при ревматической полимеологии не выявляются, обнаруживается лишь умеренная анемия и рост соя. При исследовании венозной крови на биохимии отмечается повышение СРБ при отрицательных лабораторных тестах на РФ и Л и клетки. Рентгенологически крайне редко обнаруживается эрозия, уменьшение ширины суставной щели у пациентов преклонного возраста, явление остеоартроза. УЗИ сустава и томографическая МРТ-ПЭД Диагностика при ревматической полимеологии подтверждает воспалительные изменения. При микроскопии синавиальной жидкости выявляется наличие нейтрофильного лейкоцитоза. Исследование биоптата синавиальной мембраны обнаруживает признаки умеренного неспецифического синовита. Биопсия мышц при ревматической полимеологии неинформативна. Лечение и прогноз ревматической полимеологии Базовый курс фармакотерапии ревматической полимеологии включает прием низкодозированных кортикостероидов при днизонеидере. В течение 8 месяцев, в ряде случаев курс продлевается до 2-х лет. Ранее отмена или снижение дозировки кортикостероидов может привести к новому обострению ревматической полимеологии. В процессе кортикостероидной терапии необходимо проведение профилактики остеопороза, назначение кальций содержащих минеральных комплексов пищевых добавок, диеты богаты кальцием, исходя из суточной нормы серии. При умеренной выраженности клиника лабораторных изменений терапия ревматической полимиалгии может включать только назначение НПВС. Для уменьшения скованности суставов проводится занятие ЛФК. Ревматическая полимиалгия, не ассоциированная с гигантоклеточным мартиритом, протекает доброкачественно и разрешается у 50-75% пациентов в течение третьих лет. Отсутствие врачебного наблюдения и лечения ревматической полимиалгии приводит к деформации конечностей и инвалидности. Профилактика ревматической полимиалгии не выработана. Общие сведения и теологические факторы ревматической полимиалгии неизвестны. Очевидно ведущие значения нарушений в иммунной сфере и наследственности обсуждается пусковая роль сенсибилизирующих и инфекционных. Одиновирус – вирус парагриппа агентов. Провоцировать и поддерживать течение ревматической полимиалгии может гигантоклеточный темпоральный артериит болезнь Хортона. Симптомы ревматической полимиалгии. Начало ревматической полимиалгии острое, с лихорадки и выраженной интоксикацией. На этом фоне развиваются множественные миалгии в области плечевого пояса, ше, бедер, игодиц. Мышечные боли в дистальных отделах конечностей, как правило, нетипичны, за исключением случаев сопутствующего артрита, артроза или артериита. Выраженность миалгии интенсивная, характер тянущий, дергающий или режущий. Боль присутствует постоянно, усиливаясь утром и после долгого отсутствия движений. В эти же периоды отмечается мышечная скованность. Миалгии выражены не только в процессе выполнения произвольных движений, но и в мышцах, испытывающих статическую нагрузку, поэтому пациенты вынуждены постоянно менять позу или положение тела. Ревматическая полемиалгия не связана со сменой метеоусловий, ее интенсивность существенно не изменяется под воздействием холодовых или тепловых факторов. Мышечные боли вынуждают ограничивать движения, особенно активные, в шейном отделе позвоночного столба, плечевом поясе, тазобедренных суставах. Затруднительными становятся элементарные действия подъем головы, положение лежа, поворот в остеле, приседания на корточке, подъем. Со стула, ходьба по лестничным маршам, одевание, расчезывание волос. При ревматической миалгии у пациента формируется характерная семенящая походка с частыми и короткими шажками. Своего пика клиника ревматической полемиалгии достигает спустя 1-2 месяца после появления начальной симптоматики. За этот период боли могут стать настолько интенсивными и мучительными, что влекут за собой полное обездвиживание пациента. Пальпация заинтересованных мышц при ревматической полемиалгии не выявляет особых изменений, гипертермии, уплотнений, усиления болезненности, мышечной атонии и атрофии. Пациентов по-прежнему беспокоит лихорадка, анорексия, похудание, слабость. Клиника ревматической полемиалгии может протекать с явлениями истинного артрита, который обычно развивается спустя несколько месяцев вслед за миалгией. В артрит чаще вовлекаются крупные суставы, иногда в полости суставов образуется выпад, боли при этом умеренно выражены и не столькие. При заинтересованности мелких суставов кисти наблюдается умеренный диффузный отек с развитием синдрома карпального канала тендовогенита. Изгибательные контрактуры пальцев Диагностика ревматической полемиалгии Диагностикой и лечением ревматической полемиалгии занимается ревматолог. Специфические изменения в периферической крови при ревматической полемиалгии не выявляются, обнаруживается лишь умеренная анемия и рост соя. При исследовании венозной крови на биохимии отмечается повышение СРБ при отрицательных лабораторных тестах на РФ и ЛК. Рентгенологически крайне редко обнаруживается эрозия, уменьшение ширины суставной щели у пациентов преклонного возраста, явление остеоартроза. УЗИ сустава и томографическая МРТ-5 Диагностика при ревматической полемиалгии подтверждает воспалительные изменения. При микроскопии синовиальной жидкости выявляется наличие нейтрофильного лейкоцитоза. Исследование биоптата синовиальной мембраны обнаруживает признаки умеренного неспецифического синовита. Биопсия мышц при ревматической полемиалгии неинформативна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова